Великий князь Святослав I. 955-972 годы правления. Неудивительно, что Святослав не слушал добрых советов матери, когда она говорила ему о Боге. Он думал только о сражениях, желал только того, чтобы все говорили о его храбрости и чтобы все боялись его. Конечно, нельзя было не говорить о нем. Мало было людей таких смелых и таких терпеливых, как он. Он всегда первым бросался в опасность и никогда не нападал на врагов нечаянно, а посылал наперед сказать им «Иду на вас». Как храбрый был дух его, как крепко тело. Он не боялся никакой погоды, ни слишком жаркой, ни слишком холодной. Спал на земле, даже без палатки. В войлок был его постелью, с седло подушкой. Грубое мясо диких зверей его пищей, простая вода питьем. Таков был Святослав. Таковы были почти и теперь все наши солдаты. Вы верно слыхали, как терпеливы они во время войны, как охотно едят они тогда один черный хлеб, пьют одну воду и спят часто на мокрой воде. Они рады переносить все это, лишь бы не уступить победы неприятелю. И это делают не они одни, но также офицеры, генералы их, если того потребуют обстоятельства. Молодой Святослав начал побеждать, как только принял начальство над войсками. Первые народы, покоренные им, были Вятичи, Хазары, Ясы и Косоги. Косогами называли тогда нынешних черкесов. Когда уже все соседние народы были покорены, он пошел в Болгарию. Завоевал и эту страну, которая так понравилась ему, что он хотел было остаться навсегда жить в томощнем городе Переславцы. Но вдруг получилось известие, что к Киеву пришли страшные печенеги. Вы помните этот злой народ, который при Игоре еще поселился со своими шатрами вблизи России? Они боялись храброго Святослава, но когда узнали, что он ушел далеко от своей земли, напали на Киев. А воевода русский Претич и с ним немного войска стояли на другой стороне Днепра. Так что бедные киевские жители не могли даже сказать своим защитникам, что они в опасности. Русская столица и все семейство Святослава верно погибли бы, если бы не нашелся один смелый 15-летний мальчик, который спас их. Он надел такое же платье, какое носили печенеги, взял в руки уздечку и вышел из города в поле, будто бы искать свою лошадь. Печенеги не заметили, что это русский, и пропустили его через свое войско. Когда же он дошел до берега, то сбросил с себя платье и поплыл. Тут опомнились неприятели и пустили в него множество стрел. Но он был уже далеко, в кругу своих, которые встретили его в лодке. И претич, узнав, что Киев в опасности, тача же велел воинам своим приготовиться к сражению и на рассвете поехал на лодках к городу. С громкой военной музыкой печенеги, которые боялись одного имени Святослава, испугались, думая, что сам Святослав возвратился из Болгарии. Тут уж им было не до того, чтобы идти к Киеву. Они думали, как бы спасти самих себя. И тача же удалились от города. А жители киевские с радостью вышли встречать своих избавителей. Тогда было очень весело в Киеве. И вы, верно, догадываетесь, кому было всех веселее? Точно. Доброму молодому киевлянину было веселее всех. Он сделал более, нежели претич и все его воины. Он мог сказать, я хотел умереть за мое отечество и за детей моего государя. Я спас всех. Вы можете представить себе, как щедро наградил его Святослав, который вскоре приехал в Киев. Печенеги же были наказаны за свою дерзость. Святослав прогнал их далеко от границ своего государства. Но скоро наскучила ему тихая жизнь в Киеве. Ему хотелось возвратиться опять в любимую им Болгарию, где было много золота, серебра, вина, меда и всяких плодов. Чтобы скорее исполнить свое желание, он поручил государство трем сыновьям своим и, приказав им жить дружно между собою, отправился в Болгарию. Но болгарские жители встретили его совсем не с такой любовью, с какой проводили киевляне. Он не был природным государем их, и потому неудивительно, что они не очень любили его. К тому же сосед их, греческий император Иоанн Цимисхий, совсем не желал видеть храброго Святослава так близко от Греции и старался всеми силами вытеснить его из Болгарии. Он собрал войско и выступил против Святослава, который, потеряв болгарскую столицу свою, переславец, должен был затвориться в городе Доростоле. Иоанн окружил этот город. Греков было так много, что Святославу и воинам его нельзя было думать о спасении. Но здесь-то и доказал князь Русский, что он был точно герой. Когда воины его, терпя более двух месяцев голод и страдая от ран, советовали ему просить мира у неприятеля или убежать ночью в Отечество, Святослав сказал, «Нет, друзья мои, могут ли жить весело те, которые спасутся бегством? Победим или умрем? Мертвым срама нет. Я пойду вперед и, когда положу свою голову, тогда делайте, что хотите». «Мертвым срама нет». Это замечательное восклицание Святослава повторил Жуковский в певце «Восстание русских воинов», когда он сообразно понятиям скандинавцев воображает, «Что тени древних героев наших носится над полем битвы. Смотрите в грозной красоте, воздушными полками их тени мчатся в высоте над нашими шатрами. О, Святослав, бить древних лет, все твой полет орлины, погибнем, мертвым срама нет, гремит перед дружиной». Такие слова храброго князя ободрили воинов до того, что они громко вскричали, «Где ляжет голова твоя, государь, там лягут и наши». На другой же день они вышли из города навстречу неприятелям. Несмотря на то, что греков было гораздо более, долго нельзя было узнать, кто победит. Так храбро сражались русские. Но вдруг подул страшный ветер прямо в лица их. Войско Святослава не могло продолжать сражение из-за густой пыли, и греки остались победителями. Раненый Святослав, чувствуя, что несколько храбрых воинов его не могут победить, сильного войска греков, согласился, наконец, просить мира. Иоанн Семисхий обрадовался этому, и два знаменитых врага помирились. Они оба желали видеть друг друга. Это свидание произошло на берегу Дуная. Император Иоанн приехал верхом. Платье его сияло золотом и дорогими каменьями. Со всех сторон окружали его войны в блестящих латах. Святослав приплыл в лодки, гребя сам веслами. Простая белая одежда его не имела никаких украшений. В одном ухе только светилась золотая серьга с двумя жемчужинами и рубином. Но вид его был так важен, в голубых глазах его приметно было так много величия и благородства, что Иоанн, почувствовав невольное почтение герою русскому, и сошел с лошади. Святослав пристально посмотрел на него, поговорил с ним немного и отъехал от берега. Весело отправился в Грецию Иоанн. Грустно было плыть к Киеву Святославу, в первый раз побежденному. Злые печенеги, зная, что русских осталось живых немного, ждали их на берегах Днепра. Старый Свенельд, который был воеводом еще при Игоре, советовал государю своему проехать опасное место посуху. Но храбрый князь был часто безрассудно смел и, несмотря на то, что войска его было очень мало, пустился в опасный путь. Печенеги, которых было множество на берегу, бросились на русских, как только увидели их, и гордый, бесстрашный Святослав был убит в этом сражении. Один Свенельд и несколько воинов спаслись и рассказали киевлянам о смерти их государя. Куря, князь Печенегов, отрубил голову Святославу и из черепа сделал чашу, в которой подавали вино на его праздниках. Продолжение следует... Продолжение следует...